приветствую вас на канале топ трейдер с меня зовут виктор и я участник команды это рубрика крипто ньюс и как раз в этих видео я рассказываю о том что говорят ребята в нашей команде чтобы знать о чем думают ребята нужно подписаться на канал и не пропускать новые видео эта неделька была не очень интересная bitcoin ушел на коррекцию и потянул за тобой весь рынок новостей было не очень много но некоторые события все-таки привлекли наше внимание а именно дроп токена парас волк крупные инвестиции фундаментальные компании аукционы и своеобразная децентрализованная биржа от основателя твиттера но обо всем по порядку прошлой неделе началась приятных новостей парас волк агрегатор ликвидности наконец-то выпустил свой токен проведя airdrop среди ранних пользователей из более миллиона адресов которые когда-либо контактировали с платформы набралось всего 20 тысяч счастливчиков которые получили от 5 до 10 тысяч долларов по текущему курсу токен предназначен для повышения эффективности пользования платформой как для рядовых юзеров так и для поставщиков ликвидности за счет текинга а также для участия в дау для развития протокола сейчас перед платформой стоит несколько сложных задач решение которое заключается в том что нужно краудсорсить вычислительные возможности и тогда парасов станет стабильнее не будет целиком зависеть от команды основателей и что самое главное сможет предложить юзеру наилучшую цену для обмена к сожалению многие из действующих пользователей ничего не получили система отбора реальных юзеров у парасов вызвала многочисленные споры но это не умаляет того факта что крипто как я говорил в прошлом выпуске невероятно щедрое место и поощряет тех кто сует свой нос во все новое и экспериментирует да и благодаря этому дропу у нас теперь больше информации что может потребоваться от криптона если он хочет получить тот или иной дроп ну а денег криптоиндустрии скопилось очень много и каждую неделю мы слышим что тот или иной проект поднял энную сумму долларов вот к примеру консенсус получил инвестиции в размере 200 миллионов долларов от банка hsbc coinbase ventures animoco brands и других для тех кто не знает о ком я говорю консенсус эта компания которую основал джо любин и которая стоит за популярным кошельком метамаск и инструментарием инфура все мы знаем что такое метамаск некостодиальный кошелек с 21 миллионом активных пользователей и более 10 миллиардов долларов объема внутренних обменов инфура же это технологический набор инструментов которые позволяют разработчикам и приложениям взаимодействие с блокчейном эфира фактически это одни из самых важных экосистемных проектов эфире которыми мы так или иначе пользуемся практически каждый день так что этот раунд финансирования по-хорошему можно отнести к непрямой ставки на развитие всей экосистемы эфира и аккуратно назвать это событие бычей новостью для эфира ну и кроме того любим уже прямо намекал на то что они хотят отправить метамаск по пути децентрализации а эти средства могут им в этом помочь ну и помимо консенсус компания джимина и которую основали братьев у вас и впервые в своей истории получила стороннее финансирование размер инвестиций составил 400 миллионов долларов эти средства пойдут на классические задачи типа улучшения платформы и повышения эффективности а также на развитие по-настоящему децентрализованной мета вселенной путем финансирования стартапов интересно что сподвигло братьев на привлечение сторонних средств если у вас есть идеи пишите их комментариях мне же кажется что причиной как минимум послужило заявление цукерберга о том что он строит метавселенную у ребят наверняка есть пунктик на тему марка после их истории с основанием facebook так что пока цукерберг целится построить централизованную метавселенную на основе имеющихся ресурсов братья решили идти по пути децентрализации где у пользователей будет больше свободы и возможностей square компания под руководством seo twitter джека дорси в пятницу опубликовала черновой вариант white paper о своей децентрализованной бирже и судя по тому что там написано это не совсем децентрализованная биржа скорее пиринговая платформа для обмена токенов которым не подрассмотрена модель отсутствие доверия типа атомарных свопов такого рода предложения авторы документа оправдывают тем что стопроцентной децентрализации достичь невозможно ввиду того что ввод или вывод фиата так ли и иначе будет подвержен регулированию поэтому в текущем формате от пользователей потребуется прохождение процедуры киосе или знать своего клиента только после этого они смогут подключить свой кошелек и пользоваться услугами более того предлагается ввести систему отслеживания транзакций якобы с целью минимизировать нелегальные действия а также добавить возможность возврата средств чего просто физически не может существовать на трушных дексов короче говоря сложно это назвать чем-то децентрализованным это скорее какой-то гибрид между централизованными децентрализованным приложением и выглядит это грубо говоря не очень привлекательным но это черновой вариант который выложили для обсуждения так что команда активно собирает фидбэк и думаю мы очень скоро увидим немало правок две картины художника бэнкси были проданы на аукционе суммарно за 3093 эфира первый раз когда аукцион сотебай был динаминирован криптовалюте аукционный дом активно вливается сферу метавселенной и они уже открыли свою собственную виртуальную галерею и совсем недавно проводили аукцион голубой и нефти фишки board и пьяк club еще одно событие на сотебай привлекло наше внимание крипто участники сформировали дау или децентрализованную организацию и собрали средства для того чтобы купить на аукционе одну из старейших копий конституции сша ставьте лайк за идею и это реально уникальный кейс вдумайтесь группы незнакомых между собой лиц быстро организовалась и собрала более 40 миллионов долларов для участия на аукционе к сожалению выиграть им не удалось но это ничего интересен сам факт и то что на что способны децентрализованные организации и как быстро могут приниматься решения такого рода сообщества пожалуй на этом я закончу что будет интересного на этой неделе расскажу следующем видео его пропускать не нужно нужно подписаться на канал и дарить по колокольчику всем продуктивной недели счастливо